Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 14 августа. Я продолжаю знакомить вас с новинками этого сезона 2023 года, которые появились у меня в огороде впервые. Сейчас я расскажу вам о томате, о необычном. Он у меня под номером 1090 в каталоге. Блюз на блюде. Видите, какие красивые сливы? Фиолетовые с желтым. Сорт очень необычный, очень декоративный, очень красивый. При его создании, вот, большой белый блюз использовался при его создании, то есть один из родителей. И вот от этого большого белого блюза этот томат получил вот такую желтую с фиолетовым окрасом, что не очень часто встречается. Обычно антоциановые томаты – это розовый с фиолетовым или красный с фиолетовым. Желтый с фиолетовым встречается реже. Второй родитель был как-то розовое блюдо, что ли называется. Ну, я не знаю, у меня такого томата нет. Но вот от отца большого белого блюза он получил оригинальную, красивейшую вот такую окраску, которая вот в теплице выделяет его от других. Но если большой белый блюз у нас плоскоокруглый, то блюз на блюде, видите, какой сливовидный. Если говорить о характеристиках общих, то это индетерминатный сорт. Он средне-ранний, спеть начал в теплице очень-очень давно. И если вес вот эти у меня 150 грамм, то первые были крупные – 200-250 грамм, как и указан вес в интернете. В интернете указан вес для этого сорта от 150 до 250. То есть внизу они будут покрупнее, вверху помельче. Или бывает наоборот, что во время жары внизу плоды мелкие, а осенью, когда сильно не жарит и влаги достаточно, они бывают крупнее. Посмотрим. Я еще выращиваю его в открытом грунте. Там эксперимент из пасынков, которые я отщипнула в теплице, воткнула на улицу. Вам потом обязательно расскажу о результате. Ну, как я уже сказала, форма сливовидная. Вот такая оригинальная. Но самое интересное, конечно, это вот это вот белое томатное мясо. Сейчас разрежу и покажу вам. Хотя мякоть у томата, у этого, ну и как, так же, впрочем, как и вот у блюза, который здесь же лежит, она как, желтоватая, светло-желтая, но все равно ее принято называть белой. Эти томаты называют, ну как, если бы антоциана не было, то вообще был бы пилоплодный. То есть, по сравнению, сейчас сравним мы вот с минусинским слоном, который действительно желтый, по сравнению с желтым цветом, действительно, они намного бледнее. И вот это вот белое томатное мясо, оно чем ценится? То, что оно, как это называется, гипоаллергенно, что ли? Не всем можно есть красные томаты, розовые, а вот такие томаты, они показаны, можно кушать и детям, и пожилым людям, и людям с больными кишечниками, желудочно-кишечным трактом, кто хочет покушать томатов. И, конечно, вкус. Вкус вот у таких, у белоплодных томатов, вкус мякоти нежнейший. Я сейчас покушаю и еще раз выскажу мнение о вкусе этого томата. Кстати, который особо вызрел, смотрите, внутри даже появляются вот такие вот розовые всполохи. Это значит, томат поспел. Конечно, сразу скажу, что томат очень сочный, очень сочный. И мякоть очень нежная. Мякоть нежная, сладковатая. Чуть какая-то фруктовая нотка присутствует. Чуть ощутимая кислинка присутствует. И вкус, конечно, такой своеобразный. Я вот сегодня перепробовала много томатов. Смотрите, если я вот сердце Скарлетт ела, говорила, что он такой традиционный, обыкновенный томат, сладкий с кислинкой. Потом я ела вот этот вот малиновый урожайный. Я говорила, что он тоже классический вкус, но он более нежный и более сладковатый. То есть, немножко как сладость преобладает. Потом я ела вот этих. Говорила, что сладкая парочка. Это гном красота Сьюзи и король красоты. Они с повышенной сладостью. Красота Сьюзи вообще десертная, я ее называю. И тут же к сладкой парочке добавилась еще одна сладкая парочка. Это гном конфетти и минусинский оранжевый слон. Вот эти они очень сладкие. Они прям вот про минусинский слон я говорю, что это как персики. Вот персики и персики. Про конфетти и вот про сладкую Сьюзи Бекалор это прям зашкаливающая сладость. А это совсем другой. Вот видите, сколько томатов, столько разных вкусов. Он не похож не на те традиционные, которые просто томат сладковатый с кислинкой. Он не похож на те, которые с зашкаливающей сладостью. У него своеобразный вкус. Это нужно, конечно, пробовать самим на вкус. От цвета товарища нет. Он менее сладкий, чем вот эти, которые совсем сладкие. Но более сладкий, чем вот например сердце с карлет. Он остается посредине. Но вкус своеобразный. Как я уже сказала, немножко как бы чуть-чуть отдаленная фруктовая нотка. Немножко как лимонная кислинка. Короче, это совсем другой томат. Если подытожить, этот эндотерминатный томат можно выращивать и в теплице, и в открытом грунте. В открытом грунте завязалось тоже огромное количество плодов, очень урожайный. Единственный недостаток, который я на нем подметила у него, очень повышенное желание образовать пасынки. Его, конечно, пасынковать и подвязывать обязательно, потому что он высокорослый. И вот удержать его в двух стволах просто невозможно. В теплице оставила два ствола, пришла через какое-то время пасынки, которые быстро-быстро образовались и образовали еще два или три таких же ствола. Я уже не знала, куда их девать. Я сначала начала их все оставлять, стягивать. Но получилось неразбериха. Но, короче, за ним нужно следить. Есть же томаты, которые вот один раз выщипнешь пасынки, можешь уйти и недели две можно вообще не заглядывать. У этого, который блюз на блюде, очень любит выращивать пасынки. В открытом грунте я не стала пасынки удалять. Я их просто подвязываю все к колушку, посмотрим, что будет. В остальном завязывался неплохо в условиях вот такой аномальной жары и в теплице. В открытом грунте еще лучше и опылялся, и завязывался хорошо. Все прекрасно. Мороз он не переживал, потому что я его высадила в пасынки после мороза с опозданием. Теперь хочу узнать, успеет ли он вызреть. Но завязывает очень хорошо и на улице еще раз повторю, очень много. Ценно то, что он среднеранний, то, что он спеть начинает очень быстро, то, что он необычный, экзотический, это как украшение. Висят вот эти сливы, очень красивые, их много, они такие как группами собираются в кучку и смотреть на них очень приятно. Ну и, конечно, это необычное томатное мясо, которое не красное, не очень кислое, своеобразного вкуса. Но я могу так сказать, знаете, можно даже заявить, что это на любителя. Ведь каждый любит, как опять повторю, у каждого томата свое предназначение, использование свое, и каждый томат найдет своего хозяина. Я еще раз повторю, мне, например, больше нравятся вот такие сладкие, кому-то нужно с кислинкой. И кто-то, попробовав блюд на блюде, скажет, о, это именно то, что мне нужно. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это моя новинка под номером 1090, блюд на блюде, новый совсем, ни разу я его не видела, но на будущий год обязательно буду выращивать, нужно еще за ним понаблюдать. Достоинств у него много.